Забери меня, забери! Забери меня, мам, мое! Под небом другим отстывать будут только наши святые! Эта песня стала финальным аккордом второго этапа акции «Сердце километра-2015» и гимном для всего проекта в целом. Её написал один из участников велопробега «Руслан» в последний вечер путешествия. Партнёры и соорганизаторы проекта, а это главы городов и районов, по которым пролегал маршрут пробега, сотрудники ГИБДД, спортсмены, представители бизнеса и многие-многие неравнодушные к проблеме сиротства люди после встречи попросили продемонстрировать итог двухдневных уроков вокала. И ребята спели. «Сердце километра» — это проект, цель которого найти для детей из детских домов края, лишённых родительского тепла, маму и папу. И одному из участников этого велоприключения повезло. Он уже в семье, и случилось это в рамках именно этого проекта. Саша в этот день не скрывает эмоций. Он по-настоящему счастлив. Впервые за много лет. «Проект полностью изменил мою жизнь. Для меня это самое грандиозное событие. Меня взяли в семью из детского дома. Он мне очень понравился, проект. Никогда его не забуду». Как говорят и участники, и организаторы, восемь дней велопробега стали для них целой жизнью. Всё это время они крутили педали, проехали 700 километров, побывали в десятках городов, и везде ребят ждал шквал эмоций. Но главное, сознаются парни и девчонки, они обрели крепкое плечо друзей и наставников. «Больше всего мне запомнились эти ребята, которые меня окружали. Мы очень с ними сдружились. Нам непрерывная охота вместе сговариваться, встречаться. Нам повезло всё вместе». «Уже после проекта мы собрались вновь для того, чтобы записать песню. Мы катались на мотопарапланах. Вчера мы были в аэротрубе. На самом деле концентрация масштабных всевозможных разных форматов позволила нам прожить реально маленькую жизнь». Как подчёркивают специалисты, «Сердце километры» помогли обратить внимание общественности на проблемы сиротства, и, может быть, именно благодаря этому количество детей, которые обретают родителей, стало на 17% больше. Но на этом миссия проекта не заканчивается. Сейчас в Красноярском крае ещё около 16 тысяч ребятишек живут безлюбящих мамы и папы. «Решение этой проблемы можно только совместными усилиями. Потому что на самом деле, вот объединяя свои силы, мы получаем результат, который сейчас прозвучал из уст нашего героя. Я вот смотрю в зал, у всех глаза сразу заблестели, сидим ком у горла. Вот это результат этой акции». Ребят сейчас переполняют эмоции, и из-за этого порой трудно говорить. Но всё же мальчишки и девчонки выражают слова благодарности всем жителям края, которые помогли им совершить маленькое чудо, и тем, кто помогал организовать для них большое приключение. «Что они за нас взялись, что они нас провели по всем городам. И хочется, чтобы они сделали на следующий год ещё грандиознее, ещё красивше этот весь проект, чтобы вообще куда-нибудь поехать далеко». И это желание ребята смогут осуществить уже в следующем году. Организаторы проекта «Телеканал «Энисей»» планируют вывести его на новый уровень, что именно это будет, пока решается. Очевидно одно – такие проекты нужны и важны не только в масштабах края, но и страны. Ведь они помогают сбыться главной мечте ребят из детских домов – обрести любящую семью. Александр Ловицкий, Евгений Чудин. Новости. При поддержке компании «Красцветмет».